Так, давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, в котором мы рассмотрим начало работы с IP-ATS и Остар серии S. В ходе сегодняшнего вебинара мы выполним подготовку IP-ATS, настроим сеть и номерной план, создадим номера и подключим два IP-телефона. Мы подключим веб-канал к провайдеру, настроим входящие и исходящие маршруты для выполнения вызовов. Также мы подробно познакомимся с параметрами веб-номеров, линий и маршрутов. И более сложный вопрос рассмотрим, это трассировка вызов CLI-Астерист и захват пакетов для анализа веб-сессии. Это для диагностики IP-телефонии. Итак, давайте приступим. В ходе сегодняшнего вебинара мы с вами сконфигурируем демонстрационную схему, которая представлена на экране. В качестве IP-ATS мы будем использовать Ястар S50. К ней мы подключим два IP-телефона Ялинк D23B. Вот. И также подключим АТС к провайдеру IP-телефонии в интернет. Так, картинка есть, замирания нет. Нормальная передача идет? Так, если будут проблемы, сразу пишите. Плохая передача. Ого, пробулькиваем. Ясно, я думаю, наши коллеги сейчас отремонтируют, исправят и будет нормальная передача. Итак, давайте продолжим. Далее. Для подготовки IP-ATS Ястар серии S нам необходимо, в первую очередь, купленную АТС распаковать. Подключить IP-ATS к компьютеру либо к ноутбуку патчкордом. Разъем на АТС подключается к сетевому разъему компьютера патчкордом. Далее мы должны включить АТС к сети электропитания, сетевой жлур, который поставляется с АТС в комплекте. Настроить на АТС на персональном компьютере сетевой адрес в диапазоне сети АТС и включить питание АТС. Для настройки сетевого адаптера на персональном компьютере мы должны перейти в соответствующий раздел. Давайте это подробнее рассмотрим на практике. У нас есть АТС Ястар S50, только что полученная со склада, распакованная. Вот она не использовалась, не сбрасывалась. Давайте попробуем ее настроить. Я подключаю мой ноутбук, с которым я провожу демонстрацию непосредственно сетевым интерфейсом, патчкордом к порту LAN на АТС. Для того, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу АТС, мне необходимо настроить IP-адрес на моем ноутбуке. Я захожу на сетевом адаптере ноутбука в операционной системе Windows. Я должен вызвать в контекстном меню панель управления настройки сети. Я вызываю центр управления сетями общим доступом. Нажимаю ссылку «Изменить параметры адаптера». Выбираю адаптер. В контекстном меню выбираю «Свойства». Далее в версии протокола IP версии 4 я нажимаю «Свойства». И в настройках IP-адреса я завожу статический IP-адрес. Выбираю «Использовать следующий IP-адрес». И ввожу IP-адрес, который находится в диапазоне сети АТС. Этот адрес будет 192.168.5.151. Маска сети 255.255.255.0. Основной шлюз и DNS сервера можно не указывать. Нажимаем кнопку «Ок». Нажимаем кнопку «Закрыть». Наш ноутбук получил IP-адрес. Есть также второй вариант. Если требуется не отключать ноутбук от сети, можно параллельно с основным IP-адресом настроить дополнительный IP-адрес в компьютере, в ноутбуке. Далее мы должны открыть веб-браузер, ввести в строке браузера 192.168.5.150. Давайте это сделаем. Открываем браузер Google Chrome. Вводим IP-адрес в строке браузера 192.168.5.150. Нажимаем «Ок». Браузер показывает ошибку защиты подключения. Нам необходимо эту ошибку игнорировать, либо добавить наш IP-адрес в исключение браузера для доверенного доступа. Но поскольку это адрес временный, мы этого делать не будем. Мы игнорируем ошибку и выполним вход на веб-интерфейс АТС. Вот веб-интерфейс АТС страница входа представлена на экране. Здесь мы должны ввести логин и пароль для авторизации. Логин и пароль для авторизации по умолчанию – это админ пасворд. Вводим. Нажимаем кнопку «Войти». Вот в языке веб-интерфейса у нас отображается русский язык. Все правильно, можем выбрать другой язык. Английский, кому какой нравится, но у нас отображается русский. Выбираем русский и нажимаем кнопку «Войти». Далее АТС отображает мастер начальной настройки, в котором нам предлагается ввести пароль администратора станции, то есть перебить существующий пароль админ пасворд для логина админ. Далее нам необходимо настроить подключение к серверу e-mail. Если планируется отправка голосовой почты на e-mail и работа SMS, то e-mail, 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 e-mail. Далее нам следует задать e-mail администратора для восстановления пароля. Если АТС будет работать в корпоративной инфраструктуре предприятия, то настройки e-mail, конечно же, следует ввести. Вот здесь в рамках данной демонстрации мы это делать не будем. Мы только пройдем в мастер, рассмотрим все панели. Вот нажмем кнопку «Готово». АТС сообщает, что данные успешно изменены. Нажимаем кнопку «Ок», нажимаем кнопку «Применить». Измененные данные сохраняются в АТС. Далее мы должны на АТС настроить IP-адрес. IP-адрес необходимо спланировать в инфраструктуре предприятия так, чтобы все IP-телефоны в различных сетях имели доступ к этому адресу. Вот этот IP-адрес необходимо назначить на АТС. У нас IP-адрес на АТС будет 192.168.254. 224. Давайте его назначим. Для назначения мы должны перейти в меню настройки, открыть раздел «Система-сеть». В веб-панели LAN, интерфейса LAN, мы должны задать наш необходимый IP-адрес. Задаем 192.168.5.150. Меняем на 192.168.254. 224. Маску под сети оставляем, такую, как была при заводской конфигурации, поскольку эта маска совпадает. Если используется другая сеть, то необходимо соответствующую маску сети задать. Далее. Шлюз по умолчанию. Также мы выбираем тот, который используется в нашем предприятии. При необходимости мы должны задать DNS и второй DNS сервер. Здесь мы зададим маску под сети 24, которая была при заводской конфигурации. Зададим шлюз 192.168.254.254. Так, и зададим DNS сервер 192.168.254.3. Второй DNS сервер задавать не будем. Виртуальные частные сети VLAN мы использовать не будем. Разъем VLAN мы сейчас подключать не будем. Сетевые настройки с режимом работы разъема VLAN и VLAN мы с вами сегодня рассматривать не будем. Рассмотрим в другой презентации. Также есть инструкции по настройке сети для АТС. С ними можно познакомиться. Далее. Сеть мы настроили. Сейчас мы должны применить все настройки и выполнить перезагрузку станции. Нажимаем кнопку «Сохранить». Еще раз проверяем, чтобы все было правильно. Так, все правильно. Нажимаем кнопку «Сохранить». АТС предлагает перезагрузиться. Нажимаем кнопку «Да». АТС уходит в перезагрузку. IP-адрес мы настроили. Пока АТС перегружается. Вернемся к презентации и рассмотрим. Далее. Нам необходимо в АТС задать диапазон внутренних номеров. Это те номера, которые будут присвоены IP-телефоном предприятий. Вот также дополнительно в АТС можно задать номера сервисов на АТС. Это номера, которые по умолчанию имеют диапазон 6 тысяч. Например, номера для групп вызовов 6200-6299. Для групп оповещений, для номеров конференций, для IVR и очередей. Соответствующие номера, они представлены на слайде. Вот по умолчанию диапазон внутренних номеров на АТС это с 1000 по 5999. Это для S50. Соответственно, для S20, S100 и S300 будут аналогичные диапазоны. Вот сейчас мы переключим АТС от непосредственного подключения по сети к нашему ноутбуку в локальную сеть предприятия. Вот АТС должна быть доступна по адресу, по IP-адресу, который только что мы указали. Вот и мы должны на нее попасть. Переходим в браузер, набираем IP-адрес АТС, 254, 224. Не пускает, потому что IP-адрес в компьютере я не сбросил на динамический. Сбрасываем IP-адрес на ноутбуке, на динамический. IP-адрес в ноутбуке получает... Ноутбук получает под DHCP, под DHCP сервера предприятия. Далее. Ноутбук IP-адрес получил. Соответственно, интерфейс. IP-адрес сейчас должен будет подгрузиться. Вот. Для того, чтобы проверить доступность АТС из локальной сети, можно вызвать командную строчку на компьютере и проверить доступность АТС командой PING. АТС сейчас должна быть доступна. Сейчас перезагрузится. Будет доступна. Отлично. АТС перезагрузилась. Доступна у нас по IP-адресу, который мы указали. Переходим в веб-панели на АТС. Так. Сейчас браузер нам также отобразил ошибку. Ошибку защиты подключения. Мы в исключение браузер добавлять сейчас не будем АТС. Но если это необходимо, то можно добавить исключение. Переходим на IP-адрес АТС, вводим логин, админ, пароль, пасворд. Нажимаем кнопку «Войти». Закрываем мастер. Далее мы должны перейти в настройки АТС и ввести диапазон номеров, номерного плана для внутренних телефонов. Давайте возьмем диапазон двухтысячного. Это у нас станция С50. Нажимаем кнопку «Сохранить». Номера для сервисов мы менять не будем. Шеститысячный диапазон сервисы так и остаются. Нажимаем кнопку «Сохранить». Так, АТС предлагает нажать кнопку «Применить». Нажимаем обязательно кнопку «Применить», чтобы изменения сохранились. Диапазон внутренних номеров настроен. Далее нам необходимо создать внутренние номера. Переходим в настройки. Настройки номеров. У нас остались номера из заводской конфигурации АТС. Это пять номеров из тысячного диапазона. Но мы диапазон номеров поменяли на тысячный, поэтому эти номера нам не нужны. Мы можем их удалить. Выбираем номера. Чекбоксом вверху таблицы. Нажимаем кнопку «Удалить». Номера удаляются. Нажимаем кнопку «Применить». Далее. Давайте добавим автоматические номера для нашего нового диапазона тысячного. Нажимаем кнопку «Добавить несколько». В мастере добавления номеров АТС нам предлагает ввести начальный номер. Ввести количество номеров, которые будут созданы. Оставляем начальный номер 2000. Количество оставляем 5. По умолчанию. Пароль зададим как префикс плюс номер. В качество префикса зададим паспорт. Нет, даже пин-код. Пин. Давайте пин-код зададим. Таким образом, IP-телефоны, которые мы будем регистрировать на АТС, будут иметь пароли, которые начинаются на пин-код и плюс номер. То есть первый телефон 2000 будет иметь пароль пин-код 2000. И так далее. Нажимаем кнопку «Сохранить». Нажимаем кнопку «Применить». Номера созданы. Далее. Нам необходимо подключить IP-телефоны к станции. Для подключения IP-телефона необходимо знать его IP-адрес. Чтобы узнать IP-адрес телефона Ялинк, необходимо на клавиатуре телефона выбрать кнопку «Ок». Нажать. Телефон отобразит статусе, IP-адрес. Так, на телефоне у нас IP-адрес 192. 168-254-196. Логин админ и пароль админ. Нажимаем кнопку «Вход». На телефоне задаем IP-адрес. Забираем аккаунт. Забираем номер. Забираем IP-адрес. АТС. Набираем пин-код. Набираем пароль. В АТС мы должны задать имя регистрации, задать лейбл, нейм, регистр, нейм, юзер, нейм, пароль, сип-сервер, на который мы сконфигурировали АТС. То есть адрес сип-сервера, адрес АТС. И выбрать порт 50-60. Нажимаем кнопку «Подтвердить». IP-телефон у нас зарегистрировался. Так, далее. Коллеги, сделайте, чтобы видно хорошо было. Отключите, что нужно, чтобы картинка хорошо поступала. Сейчас видно нормально? Далее, регистрируем второй IP-телефон. Так. Так. Сейчас второй IP-телефон закрутится, инициализируется. Получит IP-адрес. Я его включил в сеть. Вот. Так. И мы настроим на нем IP-адрес. Так, пока телефон загружается, давайте подключим АТС к провайдеру. Это у нас будет провайдер СИП-нет IP-телефонии. Для подключения АТС к провайдеру Телефонии мы должны перейти, вызвать настройки, перейти в линии, создать линию. Тип линии у нас будет линия ВАИП. Мы должны ввести имя сервиса. Это то имя, которое будет отображаться в таблице. Далее. В IP-адресе мы должны ввести, не в IP-адресе, а имени сервиса мы должны ввести домен IP-адрес провайдер. Точнее, адрес сервера провайдера. Так, вводим в СИП-нет.ру. В домене вводим также СИП-нет. СИП-нет.ру. В качестве имя пользователя мы указываем полученный номер. Номер на СИП-нете можно получить совершенно бесплатно. Для этого необходимо выполнить регистрацию на СИП-нете. Необходимо залогиниться, либо завести учетную запись. Номер будет получен бесплатно. Далее. Этот номер можно ввести в АТС. Вводим. Я получил номер 0704133. В имени аутентификации также необходимо ввести этот номер. Также в поле From необходимо ввести этот же номер. В пароле мы должны задать тот пароль, который также нам предоставляет СИП-нет. Вводим пароль. Нажимаем кнопку сохранить. Нажимаем применить. Наше АТС отправляет запрос регистр на СИП-нет. Далее. Мы можем посмотреть статус данного канала, который мы регистрируем. Для этого мы должны выйти в главное меню АТС, выбрать пункт меню пароль, меню монитора АТС. В мониторе мы видим статус нашего телефона, который мы зарегистрировали. И в статусе линии мы видим СИП-линию, которую мы зарегистрировали. Линия СИП-нет. Далее. Настраиваем второй телефон. 2001. Выходим в АТС, номера. В 2001 номере смотрим параметры, логин, пароль. Копируем пароль. Проверяем IP-адрес на втором телефоне. Нажимаем кнопку ОК на клавиатуре телефона. Вводим IP-адрес в строку браузера. Телефон запрашивает авторизацию. Вводим логин админ, пароль админ. Нажимаем кнопку ВКОД. Получаем доступ к IP-телефону. Во вкладке АККАУНТ вводим параметры авторизации телефона. Параметры регистрации телефона на нашу АТС. Номер у нас 2001. В лейбл, подображаемое имя, имя регистрации, имя пользователя, заводим 2001. В качестве IP-адреса SIP-сервера задаем IP-адрес нашей АТС. Порт оставляем по умолчанию 50-60. В качестве пароля мы вводим скопированный пароль на предыдущем этапе. Из настроек номера на АТС. То есть копируем номер отсюда. И вставляем пароль на IP-телефоне. Нажимаем кнопку Сохранить. Телефон отправляет запрос в регистр. Второй номер у нас зарегистрировал. Вот таким образом у нас два телефона на АТС зарегистрированы. Так, SIP-нет нам уже не нужен. Сайт мы закроем. Так, далее. Давайте посмотрим статус IP-телефона. Значит, АТС в мониторе отображает нам статус зарегистрированных телефонов 2000 и 2001. Здесь доступны IP-адреса, по которым телефоны зарегистрированы. Далее. Мы можем выполнить звонок с одного телефона на второй. Давайте выполним. С двухтысячного телефона звоним на 2001. Так, звонок не идет, потому что звонок сейчас пойдет. Набираем 2001. Вызор идет. Так, куда-то исчезла. Сейчас все вернем. Повторно залогинимся в АТС. Перейдем в монитор АТС. Регистрация телефонов на АТС. АТС исчезла. Перерегистрируем наши телефоны. Двухтысячный. Двухтысячный. Пробуем усвоить. Звонок пошел. Между телефонами звонки есть. Далее. Нам необходимо осуществлять звонки по внешним номерам через линию СИП-нет, через внешнюю линию, которую мы завели в станцию. Для этого нам необходимо выполнить настройку исходящего маршрута. Для настройки исходящего маршрута мы должны перейти в меню настройки, выбрать вкладку маршрутизация. По умолчанию в заводской конфигурации в АТС установлен маршрут раутер АУТ. Мы его можем удалить и далее сконфигурировать тот маршрут, который нам необходим. Для создания маршрута необходимо в таблице маршрутов нажать кнопку «Добавить», ввести имя маршрута, назовем маршрут. Далее мы должны задать правила набора. Мы будем звонить на номера СИП-нета. В СИП-нете номера начинаются на 0, у нас начинаются на 0, поэтому в правилах набора мы задаем 0. По умолчанию в маршруте предлагается задать X-точка, таким образом все звонки через внешние номера будут выполняться через данный маршрут. То есть X-точка это производить обработку абсолютно всех номеров для исходящих вызов. Далее нам необходимо в списке линий, из доступных линий выбрать ту линию, которую мы завели в АТС. Выбираем наш СИП-нет. Далее нам необходимо выбрать список номеров для отслеживания вызовов. То есть данные номера, которые мы выберем, смогут осуществлять вызовы через данный маршрут и через данную линию. Мы можем выбрать по отдельности 2000 и 2001 номер. Также мы можем выбрать группой номера, нажать кнопку перенести. Вот соответственно номера перейдут в панель выбрана. Далее мы можем задать пароль для исходящего маршрута, задать циклический перебор, если у нас несколько транков, задать рабочее время. Сейчас мы это делать не будем. Нажимаем кнопку сохранить. Проверяем, чтобы все было правильно. Нажимаем кнопку применить. Вот таким образом все звонки, начинающиеся с нуля, будут отправляться через канал СИП-нет, который мы создали. Далее. Для того, чтобы принимать звонки от внешней линии, от внешнего канала ВТС, нам необходимо создать на станции входящий маршрут. Для того, чтобы создать входящий маршрут, мы должны перейти в соответствующую вкладку в разделе маршрутизация. По умолчанию у нас в ВТС присутствует маршрут роутер-ин. Роутер-ин. Мы можем его удалить. Нажимаем, выбираем этот маршрут, нажимаем кнопку удалить. Нажимаем применить. Далее нажимаем кнопку добавить маршрут. Вводим имя маршрута. Назовем этот маршрут инроут. Далее мы можем задать шаблон номера, на который поступает вызов. Это внешний номер нашего телефона предприятия. Тот номер, который был у нас в транке, который мы создали. Вот фактически мы тут можем завести этот номер, СИПНЕТ, но мы этого делать не будем. То есть все входящие вызовы из транка СИПНЕТ должны у нас поступать в ВТС и обрабатываться. Также здесь можно задать колер-ид, то есть номера вызывающих абонентов извне, которые нам звонят. В ВТС также будет производить фильтрацию по этим номерам, но мы этого дела здесь не будем. Мы здесь выбираем линию, нашу линию СИПНЕТ, которую мы завели в АТС. Далее мы должны выбрать направление маршрута. По умолчанию направление маршрута это отбой. При вновь создаваемом маршруте. Вот мы введем здесь в направлении маршрута номер двухтысячный, который мы завели на первый телефон. То есть все входящие звонки, приходящие из канала СИПНЕТ, будут поступать, обрабатываться маршрутом инроуд и поступать на номер две тысячи. Нажимаем кнопку сохранить, нажимаем применить. Входящий маршрут мы сконфигурируем. Далее мы можем проверить выполнение вызовов по входящему маршруту. Для этого у меня есть отдельный номер на СИПНЕТ, другой номер, который зарегистрирован на СИПНЕТ. Сейчас я попробую выполнить через этот номер звонок на мою АТС. На номер 0704133, который был задан. Выполняем звонок. Вызов завершается. Звонок входящий не удался. Сейчас для анализа выполнения вызовов в АТС мы можем подключить к АТС программу ПАТИ для выполнения диагностики вызовов. Давайте перейдем в АТС к настройкам. Система безопасность в сетевых службах на АТС мы включим протокол SSH порт 8022, по которому мы с помощью программы ПАТИ можем подключиться к АТС. Выбираем флажок включить SSH, нажимаем кнопку сохранить, кнопку применить. Переходим на рабочий стол компьютера, запускаем программу ПАТИ, вводим АТС. Порт 8022, задаем в настройках порта программы ПАТИ, нажимаем кнопку ОПЕН, открыть ПАТИ, сообщает о том, что не обходится. Теперь необходимо обновить ключ SSH RSA, нажимаем да. Далее мы должны ввести логин ПАТИ в саппорт и пароль И, 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 РАС, да. АТС нас пустила по протоколу SSH в внутренней системе. Для выполнения диагностики вызовов мы должны набрать АСТРИСК, минус ВВР. Набираем. У нас запустилась консоль АСТРИСК. Вот здесь мы видим лог, который ядро АТС АСТРИСК отображает при работе. Вот для выполнения вызовов внутри АТС, внутри сети предприятия, мы можем как бы выполнить вызов. И проследить выполнение вызовов. Давайте введем АСТРИСК, минус РЦ ВВВВ. Вот, выполнен вызов тестовый. Вызов выполнился. Давайте проследим. Вот при успешном выполнении вызова у нас должен отобразиться, должно отобразиться событие диал в логе АСТРИСК, панели консоли SSH. Вот, если вызов выполнился, то мы видим, что после диала идет ПДЖСИП-2001, минус. Вот, если мы хотим выполнить внешний вызов, как бы у нас диал, процедуре диал, методе, вызов будет идти через то имя транка, которое мы задали при настройке канала. Вот, давайте это далее проверим, но сейчас вернемся к нашему докладу. Так, настройку канала ВОИК-провайдеру мы выполнили. Вот, настройку маршрута входящего мы выполнили, настройку исходящего маршрута мы выполнили. Вот, давайте посмотрим. Вот, давайте посмотрим.